МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Десногорска, программа «Страна Русатом». Сегодня в нашем выпуске. Один из главных этапов фиспуска БН-800 завершен на Белоярской АЭС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сердце белорусской АЭС готовит в Волгодонском филиале АЭМ-технологий. Центры по атомной энергии встретили миллионного посетителя. Глава концерна «Росэнергоатом» посетил Белоярскую АЭС. Главная новость прошедшей недели пришла из энергетического дивизиона. На Белоярской АЭС завершен один из главных этапов фиспуска БН-800. В реактор загружены первые топливные кассеты. Реактор 4-го энергоблока заработал на Белоярской АЭС. В активную зону была помещена первая сборка. Из хранилища свежего топлива на специальной платформе в реакторное отделение 4-го энергоблока был доставлен контейнер с первыми тепловыделяющими сборками. Накануне в центр активной зоны реактора установили пусковой источник нейтронов, с помощью которого пойдет контроль нейтронного потока. И вот он, поистине исторический момент. Первая тепловыделяющая сборка с ядерным топливом загружена в реактор. «Сегодня началась эксплуатация реактора БН-800. Это один из важнейших этапов физического загрузка. Загрузка первой ТВС в реактор. Если сравнить это с жизнью человека, то можно сказать, что сегодня человек родился». С настоящего времени в течение трех ближайших месяцев пойдет постепенная загрузка тепловыделяющих сборок в реактор. В итоге будет набрана масса топлива, минимально необходимая для начала самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция. Этот процесс по технической терминологии называется «вывод реактора в критическое состояние». «Пуск таких больших объектов, он значим. Это новое слово в технике, за которой гоняются наши, будем так говорить, соперники. Действительно, мы их много уже принимали, и в французах, и в французах. Но, как вы видите, пока в мире работают блоки, которые находятся в Белоярской столице». Комплекс мероприятий по физическому пуску энергоблока БН-800 Белоярска-С предусматривает еще ряд важных этапов. И только затем быстрый реактор полноценно включится в энергосистему Уральского региона. Это основная задача персонала Белоярской атомной станции на 2014 год. Сердце АЭС – реакторные установки для белорусской станции начали изготавливать в Волгодонском филиале «ЗАО АМ-технологий». Весь процесс изготовления реактора после прихода деталей на предприятие занимает около двух лет. Первые заготовки с Краматорского предприятия уже отгружены и прибыли на производственные площадки «Атоммаша». Вот они – самые длинноцикловые изделия реакторной установки – элементы верхнего полукорпуса реактора для первого блока Белорусской АЭС. Детали в полном объеме прошли входной контроль и вскоре будут направлены на механическую обработку и сварку. На сегодняшний день оценка соответствия и оценка качества полученных заготовок уже произведена. То есть проведены неразрушающие контроли. Ультразвук – это основного металла, который пришел. Контроль качества произведенной продукции осуществляется в несколько этапов. Контроль поверхностных дефектов будет проводиться цветной дефектоскопией и магнитно-порошковой дефектоскопией. Для осуществления контроля качества на предприятии есть специальная центральная заводская лаборатория. А для просвечивания сварных швов и непосредственно сварного металла применяется рентген-камера. Все контроли, необходимые для подтверждения качества изготовленной продукции, на заводе есть, они аттестованы, лаборатория аккредитована. И мы можем с полной уверенностью сказать, что вся продукция, которая выходит с завода, она выйдет с высоким качеством. Высокое качество позволяет обеспечить и модернизированное оборудование. Например, установка автоматической сварки швов под флюсом работает в круглосуточном режиме. Автоматика, в отличие от ручной сварки, предполагает сокращение рисков до 5%. На этой установке будут варить швы деталей для Белорусской АЭС. Будем варить активную зону, зону патрубков, наплавка зоны патрубков ДО-850, антикоррозийная, приварка патрубков в емкости и сооз. Атоммаш является единственным предприятием в России, изготавливающим устройство локализации расплава или в простонародье ловушки. В октябре прошлого года завод уже отгрузил ловушку для первого блока Белорусской АЭС. В настоящее время ведутся работы по изготовлению ловушки для второго блока. Вот здесь вы видите элемент тора, это нижняя часть устройства локализации, которое будет потом соединяться со всем корпусом ловушки. То есть это днище в целом реакторной установки. Готовое изделие весит более 300 тонн. Общая высота около 13 метров, диаметр 6,5 метров. Только у Атоммаши есть условия для сборки, бетонирования и отгрузки такой крупной детали. Таким образом мы освобождаем монтажников на атомной станции от производства вот этих тяжелых габаритных работ и ускоряем процесс монтажа. Не менее значимые изделия для АЭС парогенератор тоже будет изготавливаться на Атоммаши. Также для Белорусской АЭС Волгодонский изготовит коллектора, опоры, комплекты запасных частей и другие изделия. Поставка парогенераторов на площадку строительства АЭС для блока номер 1 запланирована в 2016 году. Для блока номер 2 – в 2017. Далее в нашей программе блок новостей, который подготовили наши коллеги из концерна «Росэнергоатом». На Белорусской АЭС провел последний день января генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Евгений Романов. А начался рабочий визит осмотра социальных объектов, сооружаемых с помощью концерна. Четыре социальных объекта были в центре внимания Евгения Романова – новый жилой микрорайон. Реконструируемый плавательный бассейн, храм в центре города и детский сад на 250 мест. Хорошо в графиках идут объекты, выполняются все качественные показатели. В жилье радует уровень отделки, в спорте радует проектные решения, в храге радует то, что работа развернута полным ходом. По графику ряд объектов планируют создать в эксплуатацию в этом году. К примеру, заплывы в бассейне могут стать реальными уже осенью. Татьяна Панченко, Белорусская АЭС, специальная для программы «Страна Росатом». Они называют себя навигаторы. Молодые специалисты, работающие на разных атомных станциях страны, объединились для совместной работы. Их задача – представить перспективные предложения решения проблем, которые возникают при возведении такого масштабного объекта, как новый энергоблок. Инженер Алексей Павлов отвечает за строящийся электроцех. Его задача – правильно расставить приоритеты работ. На начальном этапе молодой специалист тщательно изучил то, что сейчас происходит на стройплощадке. Мы определили наиболее проблемные вопросы. С поставками оборудования у нас есть проблемы, есть проблемы со сдачей помещения. Сейчас занимаемся тем, что вставляем график, по которому можно будет отследить выполнение данных поручений, которые необходимо будет выполнить для осуществления именно этого кольца. К практической работе добавят серию тренингов от компании «Макинзи» – лидеров предоставления услуг в области управленческого консалтинга. Алексею Павлову и его группе за три месяца стажировки предстоит сделать подробный отчет с актуальными предложениями, которые можно будет внедрить на всех строящихся блоках. Роман Козлов, Роман Пышкин. Нововоронеж. Специально для программы «Страна Росатом». На 40-летие Ленинградская атомная станция получила от коллег много интересных подарков. И все они займут достойное место в будущем музее. Но был среди них один, который потребовал особого обращения. Смоленская икона Богоматери – святой дар от десногорских атомщиков. С согласия дарителей ЛАЭС передала образ храма Святой Троицы в деревне Горовалдай. Пресвятая Богородица, спаси нас! Подниматься из пепла храм помогает всем миром. За последние годы на восстановление колокольни и реставрацию храма Ленинградской атомной станции было пожертвовано более полутора миллионов рублей. Татьяна Корнышева, Дмитрий Чубарь. Специально для программы «Страна Росатом». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 500 дизайнеров и архитекторов из России и еще 20 стран мира выразили желание участвовать в конкурсе на разработку нового дизайна рабочего пространства. Более ста человек собирались на прошлой неделе в Москве, в Международном центре архитектуры и дизайна «Артплей», для того, чтобы уточнить детали технического задания и специфику концепции конкурса. И молодые, и взрослые, и с опытом, и только начинающие, действительно все собрались. Я могу сказать, что на самом деле уникальная возможность поучаствовать вот в таком конкурсе, потому что вот на моей практике такие вещи, наверное, впервые. Следующим шагом станут экскурсии участников конкурса на отраслевые предприятия. Архитекторы и дизайнеры должны своими глазами увидеть цеха и офисы, чтобы предложить Росатому свое видение нового дизайна рабочего пространства. Обычная Владимирская школьница стала миллионершей, а точнее миллионной посетительницей центров по атомной энергии. По всей России таких центров 17 и еще три за рубежом во Вьетнаме, Турции и Республике Бангладеш. Чествование миллионной посетительницы стало настоящим праздником. Три, два, один, миллион! Миллионной посетительницей стала ученица 10 класса Владимирской средней школы Полина Якубина. Местный центр по атомной энергии приходит регулярно, два-три раза в неделю. Здесь уютно, всегда весело. Есть интересные люди, с кем пообщаться. Ребята от первоклассников до выпускников и студентов вуза сюда приходят с удовольствием, узнают много нового. Здесь рассказывают о сложном просто. Сама атмосфера располагает к тому, что знания воспринимаются легче и интересней. Информационный центр – это только звучит так буднично и скучно, а дело это интересное и увлекательное. В каждом суперсовременный кинотеатр в космическом стиле, ежедневно виртуальные экскурсии, викторины и самое интересное – из физики, химии и астрономии. Девиз всех мероприятий – не скучно, о самых серьезных науках и, конечно, об атомной отрасли. Количество атомных станций, то, как они воздействуют на человека и то, насколько они сильно для нам необходимы, все это просто вот так вот с телевизорами, знаешь, и как бы не будь атомного центра, я бы оставалась в неведении. Откуда берется энергия в атомном реакторе и как добыть энергию из океана? В доступной форме вам расскажут и наглядно покажут. А заодно просветят не только в атомных вопросах. Вы можете стать путешественником и, не сходя с места, увидеть все достопримечательности Петербурга. Или стать космонавтом и полюбоваться, как выглядит Земля из космоса. Или в роли полярника за час узнать все о ледокольном флоте России. Наша основная аудитория действительно очень разнообразная, но, безусловно, школьники преобладают, поскольку отчасти даже программа иногда коррелируется со школьной. Да, мы много рассказываем и не только об атомной отрасли, но и говорим о научных и технических специальностях в целом. И, собственно, это одна из задач Центра поляризации, да, как атомной отрасли, так и научно-технических знаний. Сегодня во Владимирском Центре проходит игра «Что, где, когда». Центры атомщиков давно переросли в свое профильное предназначение. И в этом тоже секрет их популярности. Дети замечательные, очень здорово играли. И у них действительно в глазах есть интерес, есть жизнь, есть интеллект. Поэтому, мне кажется, что в троне таких детей надо эти центры создавать. Чтобы сама атмосфера привлекалась, да, ребят, да. То есть вывеска может быть любой. Но когда сюда ребенок попадает, то потом ему хочется прийти сюда во второй раз, прийти сюда с родителями, прийти со своими друзьями. Я уже много раз приводил такой пример. Допустим, в Томске у нас там есть обращение, когда звонят администраторы, говорят, а можно мы сюда придем в субботу, вот, день свободный для посещения, с ребенком и с его друзьями отметить день рождения. Вот это является таким хорошим индикатором, да, что атмосфера центров, она является дружелюбной. На достигнутом атомщики не останавливаются. Сейчас вовсю идет проработка семейных программ, чтобы мальчишки и девчонки приходили сюда с мамами и папами. И они обязательно узнают для себя много интересного. Рубрика «Архив» посвящена сегодня главной теме программы – физпуску реактора БН-800. Давайте вспомним, как проходил физический пуск самого первого экспериментального реактора на быстрых нейтронах – БР-2. Это случилось также в первых числах февраля, но в 1956 году. Почему первый реактор с цифрой 2? Действительно, был и БР-1, но это был не реактор, а скорее критическая сборка, которая заложила физические основы для будущего реактора. Небольшой ролик, который вы сейчас увидите, был сделан из архивных фотографий, на которых запечатлен момент физпуска самого первого нашего быстрого реактора БР-2. Его мощность была всего 100 кВт. Топливом был плутоний, а теплоносителем – ртуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На этом все. Удачи вам и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова